Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии недели. Хочу поздравить с тем, что мы еще на сутки стали ближе к долгожданному отчету по состоянию американского рынка труда. Разумеется, нас интересует Non-Farm Payals, потому что этот отчет позволит нам полностью сфокусироваться на тех ожиданиях, которые сейчас присутствуют в отношении нормализации денежно-кредитной политики. И нас в этом ключе интересует, конечно же, будущее доллара, потому что через доллар и поведение этого актива мы оцениваем ту динамику, которая характерна и для рисковых инструментов. То есть наши традиционные валютные тандемы, OutUSD, NZD, USD, USD, EURUSD, EURUSD, EURUSD – это все эти активы, которые завязаны как раз сейчас превалирующим образом на перспективах американской монетарной политики и дальнейшего поведения доллара. К отчету по, соответственно, американскому рынку труда мы еще успеем вернуться. Думаю, что все должно быть, разумеется, по порядку в рамках того сценария, которого мы придерживаемся довольно-таки давно. Разумеется, в ходе брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на выполнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 7%. Что касается кодового слова, то на сегодня это скажу чуть позже. В начале не будем раскрывать все карты. Что касается новостного фона, также сейчас подробно проанализируем вчерашнюю торговую сессию и посмотрим, на что нужно обратить внимание о сегодня. Но начнем, давайте традиционно с наших вступительных активов. Это динамика нефти и, разумеется, позиции российской валюты, опять же, с учетом той динамики, которую показывает нефть. Откройте, пожалуйста, графики Brent. На текущий момент мы видим то, что этот актив торгуется ниже психологического рубежа, поддержки, которая сейчас уже обозначена как сопротивление, ниже 50 долларов за баррель, а именно на уровне 49, примерно 75. Вчера, несмотря на, соответственно, наличие легких предпосылок технического характера, которые мы обозначали в качестве возможности для локального отката нефти, все-таки сейчас уже приходим к выводу того, что с фундаментальным фоном бороться технике сейчас очень трудно. А поэтому, если у нас фундамент предполагает соответствующее ослабление этого актива, разумеется, и этот ресурс, энергоресурс, самый главный для российской экономики, и не только для многих сырьевых экономик, находится сейчас под прежним фундаментальным давлением. Что касается новостного фона. Вчера, вы знаете, были опубликованы данные по запасам нефти США. Этот отчет мы анализируем сразу после оценки от частного агентства. Напомню, что АПИ сигнализировали о том, что запасы снизились на 2 с небольшим миллиона баррелей. Соответственно, вчерашняя уже официальная статистика от Минэнерго США показала снижение запасов до 4 и 4 миллионов баррелей. Много, конечно же, в принципе, это уже тенденция. Поскольку запасы снизились, разумеется, это стало причиной соответствующих повышенных волатильных торгов в динамике нефти. Мы видели то, что нефть осталась под серьезным прессингом, завалилась за уровень вот этой поддержки 50 долларов за баррель. И в целом, в качестве ключевых факторов, я думаю, что нефть, ну, никак не хочет отпускать фундаментальный фон, касающий переизбытка предложения на рынке энергоресурсов. К сожалению, традиционно мы возвращаемся к тем экономикам, которые могли бы, с учетом потенциально возможного восстановления, сбалансировать текущую ситуацию с предложением через спрос. Но это, опять же, только пока иллюзии для оптимистов. И мы прекрасно понимаем, что оснований для роста спроса на фоне слабости, характерные прежде всего для Китая, ключевого потребителя сырьевых товаров, практически нет. А поэтому Brent и WTI продолжают свыпаться вниз, обрисовывая дальше все более глубокие коррекционные уровни. Также для динамики нефти сейчас все-таки определяющим, помимо другими активами, является ситуация в США, как со статистикой, так и с ожиданиями по повышению процентной ставки. Во-первых, растет привлекательность американской валюты, в связи с этим оказывается большее давление на рисковые инструменты, к которым традиционно относится и нефть. И, разумеется, если дело дойдет до процентной ставки, дело дойдет уже до конца этого года. Поэтому повышение ставки может стать причиной еще большего снижения спроса на энергоресурсы. И все это происходит и констатируется нами на фоне роста числа буровых, соответственно, периодического повышения запасов, увеличения выработки, ожиданий новых объемов со стороны Ирана, постоянное увеличение производства со стороны разных представителей нефтяного картеля ОПЕК, где уже объемы производства превысили 32 миллиона баррелей в сутки. И, в целом, разумеется, в связи с таким фундаментальным окружением, я предлагаю продолжать делать ставку на коррекцию, еще большую глубокую коррекцию позиций нефти. Пока, разумеется, поскольку мы реализовали нашу цель, коснувшись уровня 50, это уже должна быть гораздо менее рискованная сделка. И, еще раз напоминаю, не нужно преувеличивать, скажем, загрузку депозитов не больше 3-5 плеча на эту сделку. Ждем, давайте, с учетом реально коррекционных предпосылок, ослабление Brent в район 48 или даже 47. Это наша следующая цель. Что касается российской валюты, плавно переключаемся на динамику пары USD-RAT. Сейчас, конечно же, точно сказать, как откроется сегодняшний день, пока у нас нет возможности. Сейчас мы смотрим только на котировки премаркета. Рубль еще не открылся, но учитывая то, что с локального минимума вчера Brent уже поднялся практически до уровня 50, напомню, что вчера мы видели значение 49 долларов за баррель, Я считаю то, что сегодня вполне логично, конечно же, ожидать соответствующего отката по паре USD-RAT со вчерашнего, по сути, H64, но может быть в район 63. Но поскольку давление на нефть сохраняется, разумеется, точно такое же давление сейчас будет характерно и для российской валюты, потому что с некоторых пор мы констатируем там стопроцентную корреляцию между этими активами. Как ни крути, какой бы фон мы сейчас не взяли касательно российской экономики, здесь исключительно только слабость. Напомню, что мы очень много в последнее время говорили про инфляцию, и сейчас, в принципе, у меня есть уже статистическое подтверждение, касающееся того, что наши прогнозы касательно роста уровня инфляционного давления в стране, они уже, по сути, реализованы в полной мере. Напомню, что по последним данным инфляция в России за прошлый месяц выросла на 0,8%. Что касается годового показателя, уже это 15,6%, поэтому в целом риски еще большего инфляционного давления остаются. Мы продолжаем делать ставку на то, что в самое ближайшее время этот показатель может даже добраться до 17%, и на фоне прогнозов от Минэкономразвития, которые до сих пор предполагают, что до конца этого года уровень инфляции может снизиться до 12%, а что касается Министерства финансов, там еще более оптимистичный прогноз – 10%. Я считаю, что это исключительная наивность, и оснований для этого абсолютно нет. Может быть, конечно же, из позиции монетарных властей они не могут создавать дополнительную панику на рынке, потому что это действительно было бы не нужно. Но мы работаем с цифрами, с фактами, и прекрасно понимаем на фоне того, что сейчас происходит, это худшее еще впереди. Если инфляция продолжит расти, разумеется, это сразу же скажется на потребительской активности. Она на текущий момент также оставляет желать лучшего, потому что рецессию, которую мы наблюдаем в России, является как раз причиной пониженного спроса и низкой потребительской активности со стороны населения. Поэтому, если есть риски еще большего усугубления данного показателя, значит, я считаю, что ожидания касательно глубокой рецессии в России в районе 5% в этом году это вполне реальные цифры, которые могут стать действительностью уже через полгода. Основания для этого все есть, и, к сожалению, позитивных оснований, чтобы развернуть этот общий негативный тренд на положительное русло, к сожалению, этих оснований нет. Поэтому и российская валюта находится под серьезным прессом, дисконтируя, соответственно, в собственной стоимости негативные комментарии со стороны мировых аналитиков, учитывающих то, что капиталовложения в российскую экономику продолжат падать, рецессия достигнет новых уровней, инфляция будет расти, потребительская активность снижаться. Ключевые показатели банковского сектора, такие как рентабельность, качество активов, стоимость фондирования будут оставаться под серьезным давлением, поэтому в ближайшее время вполне возможно, учитывая повышенный спрос на американскую валюту сейчас, мы столкнемся, глядя на российский рынок, с очевидным фактом недоверия к организованной системе банковского сбережения, поэтому серьезные трудности ждут и банковский сектор. Правда, они характерны для этого сектора уже сейчас. Поэтому, говоря про перспективы российской валюты, сейчас пока, конечно же, нет оснований сделать ставку на то, что рубль может укрепиться. Мы продолжаем двигаться вместе с этим фундаментальным фоном и на фоне этой слабости обрисовываем новые цели по паре USD-RUB. Это, конечно же, ожидание еще одного витка девальвации и все-таки тестирование сопротивления в районе 64 рублей за 1 доллар. Усиление падения нефти быстро реализует эту цель. Соответственно, если все-таки нефть сможет вернуться выше 51-52 баррелей за доллар, то и рубль получит поддержку с возможностью коррекции в районе 61-62. Идем дальше. Откройте, пожалуйста, графики евро-доллара. В целом, что мы можем сказать сейчас про динамику европейской валюты, так это то, что эта пара по-прежнему является одним из самых волатильных тандемов валютных активов, которые присутствуют на рынке. Вчерашняя торговая сессия снова нам это подтвердила, потому что, в принципе, первую половину дня мы видели, как пара евро-доллара торговалась в районе 1,0870. Потом мы, разумеется, анализировали состояние европейской макроэкономической статистики, показатели по роничным продажам. Здесь сказать можно только добавить, на самом деле, еще больше негатива к прошлым макроэкономическим релизам. Роничные продажи снижаются. Это характерно не только для еврозоны, но и для ведущей экономики валютного блока, для Германии. Поэтому падение роничных продаж сейчас является еще одним подтверждением того, что Германия явно растеряла весь задел, запал для темпов экономического восстановления. И в ближайшее время, разумеется, это будет дисконтироваться такой же слабостью для экономики всей еврозоны. Роничные продажи упали и, в частности, в рамках всего валютного блока. То есть, в целом, у нас уже третья неделя исключительно негативных макроэкономических данных, что приближает нас к возможным действиям на опережение со стороны ЕЦБ касательно новых мер экономического стимулирования. И, разумеется, это негативный фактор для евро. Далее, европейская валюта и трейдеры, которые следили за поведением этого актива, переключились на американскую статистику. Вы знаете то, что в 15.15 были опубликованы данные по EDP. Статистика оказалась плохой. По факту, 185 тысяч новых рабочих мест против прогноза 215 тысяч. Разумеется, эта статистика стала причиной локального ослабления доллара и позволила европейской валюте выбраться на несколько десятков пунктов вверх. Мы увидели то, что пара достигла локального хая 1.0934. После этого последовала коррекция. И, в целом, это указывало на то, что все-таки трейдеры не отворачиваются, от идеи касательно повышенного спроса на американскую валюту. Стоит отметить также, что после опубликации данных по состоянию американского рынка труда у нас была возможность проанализировать еще отчет в сфере услуг, АСМ, также американского происхождения. И вот этот отчет выступил ключевым фактором динамичного роста американца и соответствующего давления на позиции европейской валюты. Поэтому очень быстро пара евро-долларов вернулась в район 1.0850, откуда пошло то локальное восходящее движение, которое мы наблюдаем и сейчас. Но, в целом, мы видим то, что проторговка осуществляется в рамках 100-150 пунктов. Пара никак не осмеливается сейчас уйти выше уровня 1.10. Понятно, потому что оснований для этого нет. И я просто советую вам продолжать наблюдать за динамикой этого актива, за евро, осознавая, что дальнейшие перспективы находятся глубоко ниже уровня 1.08. Тем более, что до этой цели мы могли уже добраться даже по итогам вчерашнего торгового дня. Главное ожидание касательно валютного блока – это дополнительные меры экономического стимулирования, расширение программы количественного смягчения. Это то, что является темой номер один вместе с очевидным расхождением монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Поэтому, как ни крути, но евро нужно продолжать ошортить. Наша цель, еще раз напомню, 1.08. Идем дальше. Доллар и японская иена. Также откройте графики. Стоит отметить, что позиции американца мы анализировали с точки зрения статистики весьма планомерно. Напомню, что эту неделю мы начали со слабых данных по индустопроизводственной активности АСМ. Но в отличие от многих трейдеров-аналитиков, я сразу сказал, что не стоит негативить по факту слабости этого отсчета, потому что если мы сравним, в принципе, динамику последних релизов этого формата, то придем к выводу о том, что АСМ все равно находится на максимальных значениях. После этого мы переключились на данные по промышленному производству, по факту 1.8 видели, против прошлого снижения 1.1. Еще один хороший макроэкономический релиз. Потом следили за комментариями представителя, точнее президента ФРБ, соответственно, Дениса Локарта, который в оптимистичном ключе, собственно, как и многие представители ФРС, высказался о перспективах американской экономики и сообщил, что, в принципе, только исключительно негативные макроэкономические отчеты могут заставить его отказаться от решения проголосовать за повышение процентной ставки уже в сентябре этого года, то есть фактически через месяц. Доллар, разумеется, получил неплохую поддержку. Вчера, когда вышли плохие данные по EDP, плохой отчет, но он спровоцировал только легкую коррекцию пары примерно на 20-25 пунктов. Это ерунда. После этого мы увидели, как последовал стремительный рост USD-иены, и в рамках торговой сессии пара добралась до уровня 125. На самом деле, если бы у меня сейчас была возможность задействовать какие-нибудь фанфары и фейерверк, я бы сейчас сделал это, потому что хочу снова поздравить вас, поскольку наша очередная долгосрочная торговая идея снова реализована, мы коснулись этого значения, а значит снова получили хороший профит. Что делаем дальше с парой USD-иены? Я могу порекомендовать краткосрочным трейдерам дождаться возможного еще повторного тестирования этого рубежа, потому что сейчас мы видим, как пара откатилась ниже. 125.10 можно отсюда снова начать покупать эту валюту. Что касается средне-долгосрочных трейдеров, если вы не зафиксировали результат на уровне 125, соответственно продолжаем стоять, потому что я уже в прошлый раз отмечал, что 125 будет лишь промежуточной отметкой, и пара сохраняет потенциал для еще большего восходящего движения. Многие инвестиционные банки прогнозируют, что следующей целью для USD-иены может оказаться уровень 128, а есть даже цели, которые маячат глубоко, точнее гораздо выше, это уровень 130 или 132, то есть еще потенциал восходящего движения в 700 пунктов. Поэтому для тех, кто не хочет сейчас заходить в сделку, можно, конечно же, попробовать трейдинг через отложенные ордера. Для средне-долгосрочных трейдеров, которые все-таки закрыли сделку по Take Profit, на уровне 125, можно поставить, соответственно, отложенник на повторные покупки с уровня 124,50. Ну и еще раз повторюсь, для тех, кто все-таки продолжает находиться в этих сделках, по-прежнему инвестиционная идея очень классная, и потенциал еще не реализован. К тому же завтра мы ждем данные по состоянию американского рынка Non-Farm Parals, и поскольку мы уже получили хорошие данные по состоянию сектора услуг АСМ, я считаю то, что у нас 90% оснований сейчас полагать, что Non-Farm Parals может поддержать позиции американской валюты. Потому что не забывайте о том, что главный отчет от Минтруда Соединенных Штатов Америки это как раз число созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. То есть на этот сектор напрямую влияет как раз сфера услуг. И поскольку мы уже констатируем очевидное улучшение именно данного сектора экономики, значит можно говорить, что там были созданы основания для того, чтобы увеличивать количество новых рабочих мест. И в целом предлагаю фокусироваться на этом отчете. Как мы и говорили ранее, думаю, что этот релиз обязательно порадует обыков, которые делают активную ставку на усиление позиций пары доллар и японская иена. И еще пару слов хотел сказать про британца. Сегодня мы наконец-таки дождались суперчетверга, потому что сегодня у нас целый блок серьезных макроэкономических данных как раз британского происхождения. Еще раз напомню, это итоговое голосование касательно денежно-кредитной политики, протоколы, ставка, объем выкупа активов, прогнозы по темпам экономического роста и по инфляции. Все эти данные будут опубликованы буквально с разницей в час-полтора. Сегодня полностью фокусируемся на фунте. Но все-таки наличие оснований и прежних комментариев касательно того, что ужесточение монетарной политики, если произойдет только не раньше, чем через год, я думаю, что этот фунт можно использовать еще для большего давления на позиции британской валюты и, соответственно, для коррекционного движения пары фунт-доллар ниже уровня 1,55. Это также наша среднесрочная цель. И вполне возможно, она будет реализована уже по итогам сегодняшнего дня. Ясно? Что касается бонусного слова на сегодня, это фунт. Еще раз напомню, что величина бонуса 7%. Чтобы воспользоваться им, достаточно обратиться к вашему персональному менеджеру и потребовать его получения. Вопрос есть? Классная инвестиционная идея. Я считаю, что пара именно туда идет. И этот рост будет связан как раз с усилением позиций американской валюты и действиями Национального банка Швейцарии, направленными на ослабление курса их национальной валюты. Один паритет – это та цель, которую руководствует СИЯ. И еще один вопрос от мистера Дизеля. Аксюм, приветствую, спасибо за обзоры. Прокомментируйте золото, пожалуйста. Золото, думаю, как вы все прекрасно видите, если откроете графики дневки, находится под серьезным давлением. И опять же связано это с тем, что золоту сейчас на текущем макроэкономическом фоне буквально нечего ловить. Действительно, усиление позиций американской валюты, особенно, что мы рассматриваем именно тандем золота-доллар, не оставляет ни единого шанса для роста некогда надежному золотому активу. Сейчас мы видим то, что прессинг усиливается с каждым днем. На текущий момент золото торгуется в районе 1085 долларов за тройскую унцию. И я считаю, что возможное усиление позиций, еще большее усиление по факту хороших нон-фарм перилл станет причиной снижения золота даже в район 1070 долларов за тройскую унцию. Это как косрочная цель. Все. Большое спасибо за вопросы. Ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале Амаркетс на YouTube. Оставляйте ваши комментарии и вопросы под видеоокном. Всего доброго. До свидания.